Папа, ты уже залез? Да, я уже залез. Пролез, давай, и ты залезай, пролезай. О, аккуратно там стекла, не порежься. Где мы находимся, Мотя? В том же самом месте. А в каком месте? Что это за место такое? Где мы остановились. А где мы остановились? Ну, там где-то. Где-то там мы остановились, да? Да. Это заброшенный объект секретный, СССР, завод, где мы были с тобой не так давно. И у нас на канале уже вышло видео, пока что только первая часть, но скоро будет и вторая часть. А сейчас мы пришли снимать какую часть? Вторую. Ну, какую же вторую? Третью уже. Вторая. Да, третью часть. И что мы будем делать в третьей части? Запускать парашютистов, а я буду их сбивать. А чем ты их будешь сбивать? Пистолетом орбизами. Который орбизами буду сбивать. Да, круто. Мы проведем эксперимент, получится ли у Матвея сбить летящего парашютиста из пистолета орбизами. Поскольку парашютист будет снижаться и находиться в движении, попасть по нему будет затруднительно. И вот проверим, получится ли у Матвея попасть из него, из этого пистолета по парашютистам. У нас четыре разных парашютиста, чуть попозже мы вам их обязательно покажем. А сейчас мы пройдем к высоченной вышке, попробуем на нее забраться и не сорваться, не улететь вниз. Ну, тебе, к сожалению, нельзя, Матвей, туда подниматься, на эту вышку. А еще что нам нужно будет сделать на этом объекте? Поставить лайк. Поставить лайк, это обязательно. Поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал тем, кто не подписан. Обязательно проследуйте данные инструкции и жить вы будете долго и счастливо. И в богатстве, а не в бедности. Да, Матя? Да. Да, а сейчас мы пойдем на большую вышку и попробуем запустить оттуда парашютистов. А после вышки куда мы отправимся, Матя? В заброшку. И что мы там будем делать? Дальше следуют другие заброшки. Да, покажем оставшиеся помещения, в которых мы еще не были. Я тебе предлагаю сейчас, знаешь, что сделать? Перед тем, как полезть на вышку, зайти вот в эти ближайшие помещения, в какие-то гаражи и обследовать их. Может быть, мы там найдем привидений. Мы же что тут делаем в первую очередь? Искаем привидений. Совершенно верно, ищем привидений. Так, а как нам пройти? Нет, нам явно не здесь надо идти. А где? А вот тут. А где? Здесь. А где тут? А вот тут. А где тут? А вот там. Где он там? Иди вот тут. А тут? О, кстати, там стул стоит. И на нем знаешь, что, Матя? Пики точеные. Да, надо второй стул найти. Потому что должны стоять два стула. На одном пике точеные, а на другом бабушки удрученные. Смотри, куда мы попали, Матя. Да. Пытайся, брось-ка. Давай сейчас. Да, слушай, тут довольно много хлама. Можно что-нибудь даже найти полезного. Вот полезный. Да, а еще знаешь, что будет полезно? Полезно запастись камерой для колеса. Потому что если мы пробьем колесо, то... Все, хана. Приехали. Я здесь оставлю. Да. И сам. Шлем одевай. Шлем. 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 Шлю. Шлям. Смотри, телефонная книга, Матя. Да. Да, наверное, тут есть номер телефона твоей бабушки. Пап. Ну-ка. Пап, 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 пап. Ее тоже. О, смотри. Это что? Я не знаю, что-то. А, это подвеска. Так устроена подвеска. Это амортизатор. Смотри, какая-то рука нам помогает листать. На самом деле, это не рука, это моя нога. Я снял один кроссовок, и вот у меня такие ногти на ногах. Давно не стриг. Амортизатор. Давай, кипас. Давай. Предлагаю для начала зайти сюда. Смотрите, что тут есть такого. Смотри, это монтажная яма. Знаешь, она для чего нужна? Чтобы тачку ремонтировать. Смотри, а это что такое за кружочки? Какие штучки классные. О, Мотя, смотри. Порядок проезда регулируемых перекрестков. Тут, наверное, когда-то давно находилась автошкола. Да, кстати, очень напоминает типичную автошколу. Я примерно в такой же учился. Вот. А может, в этой и учился, кстати. Смотри, там будет диск от болгарки. Да, болгарский диск, точно. Откуда он здесь? Смотри, воздушный фильтр. О, смотри, что я нашел, Мотя. Что? Пистоны. Ну-ка, давай-ка долбанем. Попробуем. А чем бы таким долбануть? Во, вот этим подшипником. Воу! Вот это вообще! Воу! Мне так в руку отдало, Мотя. Вот это крутая находочка. Аккуратно? Да, какой аккуратно. Мы такого слова не умеем знать. Так, еще. Вот это тема! Вообще! Обожаю! Я сейчас запухну! Что ты? Сейчас я и глухну. Слишком громко. Запукнешь? А, заглохнешь. Да, слишком громко. А, вот еще, кстати. А, какая-то раздавленная. О! Смотри, тут еще валяются. Сейчас мы еще подолбим. Пистонки. Я деньги нашел! Где? Да, это не настоящие. А, не, настоящие. Слушай, ничего себе. Нормально. Так, сколько здесь? Две, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать, четырнадцать тысяч рублей. Все, держи. Это твоя оплата. Четырнадцать тысяч. За участие в контенте. Нормально. А тут у тебя что такое? Сигналы светофора. Это, кстати, тоже очень полезная информация. Но гораздо интереснее бить. Вау! Классно-то как! Вот это топ. Пап, я сейчас заглохну. А что-то они, походу, побиты уже, вот эти, которые тут валяются. Кстати, еще, смотри, рваная тут. А, слушай, тут кто-то жег деньги. Мне кажется, кто-то здесь грелся, жег деньги. Блин, вот эта тема. Вообще. Топчик. Пап, ну громко очень. Да. Ну, пистоны классно взрываются же, да? Смотри, это, кстати, подшипником я взрывал. Мы, кстати, находили вот в прошлый раз почти такой же подшипник. Классно. Ну что, пойдем дальше изучать пространство. Смотри, плакат с тачкой. Что, все, больше ничего тут такого примечательного нет в этом месте. К сожалению, нет. Какой-то бидон с гудроном. Ну, а так все. Так, а тут еще гараж, смотри, мать. Еще? Да. Значит, еще мои деньги. Давай сюда зайдем. Может, здесь тоже найдем какие-нибудь бабосы. О, битый толчок. Сейчас вылезет, опять-таки, в виде туалет. Смотри, скрученный пожарный рукав. Папки, туалет. А, кстати, это, знаешь, от чего колеса? От вилочного погрузчика. Точно, точно. Столько рукавов пожарных. О, дырокольчик. Смотри, дай-ка мне купюру. Нет. Ну, дай купюру. Да не бойся. Что будет? Дай. Ну. Так, смотри. Раз. Все, теперь у тебя дырявая купюра. Что ты наделал? А что, дырочки сделал в ней? Что, ты расстроился? Опа, что, кого? Смотри, целый практически ножик. Такой вот. А, нужен свет. А света у нас нет. Я и хотел сказать. Да, есть свет. Заходи. Я ходил. Пропускаю тебя первым. О, слушай. Ну, что такая помещук? А, это курилочка. Я так понимаю. Дверь заколочена. Туда нам не пройти. О, нет, смотри-ка, пройти. Опаньки. Документация. Дело производства. Что тут есть интересное? Ой, что упало? О, дискеты. Кстати, смотри, шарик. О, Мотя. Шарик. Да. А вот еще шарик. Так тут в войнушку играешь. Мы это еще в прошлый раз выяснили. О, смотри, а это от гранаты. От страйкбольной гранаты, да. Да, тут много шариков валяется. Ну что, пойдем дальше. Так, здесь какой-то покосившийся выход, через него мы проходить не будем. Почему? Такое же точно помещение. О, что-нибудь нашел интересное? Нет. Например, PlayStation 5. Нету? Ну, ничего. Обязательно что-нибудь найдем прикольное. Тут чашка чья-то. Да. Мне кажется, Мотя, тут, знаешь, уже побывали до нас люди, и что-то, если здесь и было прикольное, и интересное, то это уже нашли до нас, к сожалению. А что это за жуки? Смотри, как много их. А эти два целуются, смотри. Да. Целуются. Сидят жучки. Смотри, как много их. Да. Я не знаю, что это за жуки. Какие жуки? Там вот тоже есть. Ну, там я одного вижу только. А тут их прям целая куча. Они, наверное, кушают эти листочки. Прожорливые жучары. Ну да. Вроде. Так, сейчас нам надо, значит, наверх подняться. Еще жуки. Стул. Твой стул. Да, тот самый стул. Смотри, кстати, пики срубили. Саво? Пики точеные на нем были и срубили пики. Такие пики? Точеные. Точеные. Да. А что за пики? Ну, пики. Что это? Ну, штырьки. О-о-о-о. Круто. Круто. Ну-ка. Давай, включим свет. И пойдем наверх смотреть. Смотри, кстати, бетон как провалился. Скоро в подвале вся эта лестница. А это тоже какой-то воздушный фильтр. Вот какой-то техники или машины. Давай, давай. Что-то тут есть интересное. Лопата. Вот. Лопата. А вот микросхема. Только тоже, как будто гельца. Нет, он от техника старый, конденсатор. Я и говорю, похоже, как будто гельца. Ну да, что-то общее есть. Так, смотри-ка, тут выход наружу. Стой, стой, стой. Пожарная лестница. Вот, смотри, открывается вот такой вид. И вот как раз за этим деревом вышка, на которую нам нужно будет подняться, чтобы запустить парашютистов. Иди сюда. Вова! Грязная. Не буду говорить это слово. Плохое слово тут написано. Вова. А есть имя Вова. А тут, кстати, смотри, выход на крышу. Воу. Я взялся за кирпич, а он чуть не вылетел. Мотя, представляешь? Так. О! У тебя получится? Давай руку. Давай. Поднимайся. Давай там по батарее. О! Вот, кстати, наш залаз, где мы пробрались. Щетка, что ли? Какая-то. Да, какая-то щетка. 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 Так, стоп. О, тут еще есть пониже. О, пониже. А я-то думал, ты сейчас прыгать собрался уже с высоты. Но тут ты как бы не особо травмируешься. Если брякнешься. Блин, надо было мне побежать и прыгнуть. Вид, кстати, классно открывается отсюда, да, Витьмотя? Да. Вообще шикарный. Пойдем вылезем в другое помещение. Вон, видишь, тут можно пробраться. Вау! Смотри, тут какой-то склад шкафов. Целая куча шкафов. А здесь, слушай, мы не проберемся. Тут стекла битые. Нам нужно будет возвращаться через то же самое окошко, через которое мы и залезали. Идем. Давай, сначала я слезу, потом тебе помогу спуститься. Так, а как мне тут? Воу! Опасненько. Так, Мать, давай-ка, смотри. Сейчас сюда поставлю камеру. И попробую спуститься тем же маршрутом. Оп. Отлично. Отлично. Если что, передам. Воу! Очень неустойчиво. Смотри, как я встал, Витя. Она шатается, вся эта штука. Воу! Воу, опасность! 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 Очень опасный момент. Очень опасно! Опасный клей-момент. Ах, испачкался немножко. Ладно, ничего страшного. Давай мне руку. Это моя очередь! Так. Давай, да, на трубу. Ногу. Ниже. Ниже, ниже на трубу. Так, теперь сюда. Воу! Спустился. Я уже полетел прямо. Отлично. А что тут за этой заколоченной дверью? Непонятно. Надо изучить. Я бы хотел попасть. Но ты попал в другое место. С кучей шкафов. Кстати, я кое-что запалил. Мотя. А вот там чуть дальше есть шкафец. Ох ты! Который закрыт на замки. И в нем что-то может быть. А я тоже заметил, что замок есть. Смотри, вон какой замок. Как пробраться к этому шкафу? А сейчас он открылся за настоящие бабки. А, слушай, он взломан с другой стороны. Там ничего нету. Все шкафы уже выпотрошили. Если здесь и было что-то ценное и полезное, то это уже давно унесли. К сожалению. Видишь, когда-то был секретный объект, а теперь уже не секретный. Теперь уже весь раздербаненный мародерами. А тут и у нас что-то. Вау, смотри, какие тачки. Что это, телефон? Телефонная трубка. Смотри, документация. Она положила на место. Хозяин вернется, будет недоволен, что его документацию унесли. Спички какие-то. Спички, я хочу поджечь. Нет, поджигать тут ни в коем случае ничего нельзя. Почему? Потому что приедут пожарные и прогонят нас отсюда. Ого! Похоже действительно на медпункт. Смотри, собачка. Вон, английский язык. Словарик. За кошку можно разбитого посмотреть. Идеально. О, смотри, какую веревочку я классную нашел. Кстати, очень полезная веревочка. Надо ее залутать. Залутая. Конечно, залутая. Залутая. Мы на нее что-нибудь подвяжем обязательно. Здравствуйте, женщина. Матя! Матя! Ну фигня. А, это от телефона фигня. Да, это от старого телефона. Видишь, она обратно возвращается. Дай. Катушка с цифрами. Похоже, тут привидения пофигили. Да. Они тут всегда этими делами занимаются. Идем дальше. Смотри, Матя. Старинный телевизор разбитый. Можешь взять, кстати, эту штуку с собой? Матя. Эту? Смотри, вот. О! Да. Древний телевизор. Пошел нафиг. Пошел нафиг древний телевизор. Да. Шли дальше. Что у нас тут такого? Что-то мы с тобой мотим разные помещения заходим. Ну тут ничего интересного. А вот здесь вот... О! Что? Что-то! Здесь что? А-а-а! Смотри! Дай-ка мне палку какую-нибудь, что-нибудь такое. Вот эта штука подойдет. Где? О! Я что-то нашел. Матя! Это чьи-то трусы. И кто-то долбится. С другой стороны. Надо срочно ответить. Смотри. Смотри. Это фу кака. Иди сюда. Что такое? Что случилось? Я запачкал. Молодец. Ну хоть не порезался. Уже хорошо. В краске, да? Надо куда-то повесить. Кому-нибудь. Может кто-то заберет. Вот сюда на крючок. Кому нужны обкаканные трусы? Они не обкаканные. Они нормальные, слушай. Вот. Вообще. Шикарные труханы. Сам заберем их. Слушай, может я заберу. Это же как-никак нюхательные трусы. То, что нужно для ребят. А, пожалуйста. Мне только спросить. Откройте. Уважаемые. Откройте. О! Добрый день. Я за справочкой от поноса. Я за справкой от поноса вообще-то. И вот так в каждой поликлинике. Приходишь за справкой. Ему тут какую-то фигню дают вместо справки. Уважаемые, откройте. У меня для вас вот кастрюлька. Возьмите. Календарь за 2014-й? Очень хорошая нужная вещь. А у меня для тебя 2, 1, 1,5 рулоны туалетной бумаги. Тоже помогает от поноса. Ну, как бы помогает условно. Не избавляет от причин, но избавляет от последствий, так сказать. Вот, хорошая вещь. Я возьму. Пыльно. Парки. Ладно, все, лавочка закрывается. Двигаемся дальше. Кастрюльку хочешь мне вернуть? Да. В ней, наверное, что-то варили. Наверное, какой-нибудь... Мед. Мед. Мед варили в ней, мой, в этой кастрюле. Мед. Папа, это че? Слушай, это чай. Чай? Да, целый пакетик чая. Откуда он тут? Потеряли. Заберем, конечно же. Чай просто так на дороге не валяется. Что это такое? Это лейка для душа. У нас, кстати, сломалась как раз лейка для душа. Мы это тоже заберем, прикрутим к себе. Прям к себе бы не прикрутил. Смотри, ЖКБ. Это спецтехника. Экскаваторы, бульдозеры, тракторы. И всякие такие чуваки. Воу. Вот это круто, а? Мотя. Тут лепестки везено. Иди сюда, посмотри, какую штуку я нашел крутую. Колесные экскаваторы. Вон. Всякие разные модели колесных экскаваторов. Крутые, слушай. Любую задачу выполнит тебя. Вот, смотри. Кабина поднимается. Это вот кабина, пульт управления, руль. Двигатель. Давай заберем. Ты хочешь себе взять этот журнал? Да, давай. Ну, он такой грязненький. Ну, ладно, давай заберем. Давай почитаем его. Ладно. Почитай. Ну, конечно, я не могу еще. Оу. Туалеты. Смотри. Что? А, схема какая-то. Это, наверное, от старого телевизора кусок. Так, ну, мы тут нормально прошлись по этому помещению. Я думаю, самое время нам выдвигаться. А вот здесь убили скиби-тоалета. Кстати, да, действительно. Который такой. А, скиби-тоалета, бе-бе-бе-бе, скиби-тоалу-ди-бе. Скиби-тоалета, бе-бе-бе, скиби-тоалу-ди-бе. Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр. Да, я учусь. Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр. Все, возвращаемся. Сейчас, я думаю, зайдем еще в пару гаражей. Осмотрим, что там есть. И пойдем уже непосредственно на саму вышечку. Да? Да. Ага. Мотя, смотри, куда мы попались с тобой. Это гараж. Гараж? Смотри, это же от колонки. Это бензин заправлять. Ну-ка, из нее потечет бензин? Нет. А он не подключен уже ни к чему, Мотя. Этот шланг. Вот, видишь, он оборванный. А это опилочки для тушения пожара. Если вы загорелись, прыгайте в опилки. Разлом в стене. А я его что-то и не видел. А, это другое уже помещение, Мотя. Глянь сюда, давай, проходи. Ты в шлеме, если на тебя упадет кирпич, то ничего страшного. А я вот без шлема, если на меня упадет кирпич... Тут мама ега была. Точно, точно. Другое пенчатки. А, да, это они самые. Так, а это что такое? О, диски болгарочные. Нифига себе здоровущие такие. Нифига себе гламенные. Да, большущие, слушай. Слушай, а знаешь, что мы сейчас с ними сделаем? Да. Смотри. Попробую попасть в дверной проем. Не, не получилось. Дай мне один. Давай по одному швырню. О, фу, пылища какая. Давай. Так. Да что такое все? Ну, у тебя почти получилось. У меня получилось, пап. Ну, только не в дверь. Еще разочек запускаем. Да что я такой косорукий-то? Ну, е-мое. Мотя злится. Да я не злюсь, Мотя. Да куда ты летишь, что не туда? Я тебя вот запускаю в дверь. Ты не хочешь в дверь лететь. О, получилось. Смотри, а тут что-то забитое еще есть. Ну, там какой-то развал. Ничего интересного. Раскладуха. Вот это тема. Смотри, Мотя. Раскладушка. Лед воняет. Зато тут спать можно. Вау. Всегда мечтал о таких штуках. Шикарно. Что-то там упало. Нормальный комбез. Даже девичок. Вообще практически целый. Так он целый есть. Вот, смотри. Proof line. Ну, нормалек. Маечка чья-то. Ну, тут хапануть можно что-нибудь полезное. Спидометр от машины. Нормально. Кому нужен спидометр, приходите сюда. Если найдете это место. Тут дыра. И она вся вон в солярке, в масле, в машину, в мазуте в каком-то. Туда не упади, смотри. А там у нас какая-то дыра в стене. Таинственная дыра в стене, мотя. Вау. Свет включен? Конечно. Там кровать. Какие-то диски автомобильные. Вау. Но, на самом деле, там ничего такого интересного нет. Смотри, какой-то плакат. Постер. Ну-ка, что тут написано? Дерево обрабатывающий завод. Нет. Здесь написано секретный объект СССР. Ты что? Моть, смотри. Плакат секретного объекта. Смотри, аудиокассета. Что? Аудиокассета? Аудиокассета. Кстати, Sony. Смотри. Вон, видишь, Sony логотип. Можешь в PlayStation 5 в наш ее засунуть. Ты что, она сломается? Аудиокассета? СССР. Не, ничего не сломается. Не сломается. Вот так вот упала великая страна и великий завод этой страны. Точно так же, как и этот плакат. Вот еще какой-то плакат. Работай с правным крюком. Ха-ха-ха-ха-ха. Так же червяк. Мотя, смотри. Ха-ха-ха. Червяк на крючке. Ну, гардый. А что? А что написано? Работай с правным крюком. Ха-ха-ха. Фредди. Меркури. Где Фредди? А вон Фредди на стене. Фредди Меркури. Пывец такой. Это чулак? Надо покушать гамбургер. Кстати, еще один плакатик какой-то лежит. Ну-ка, зачекаем. О-о-о-о. Доска зачета. Ведро чупачу. У меня, кстати, было такое в детстве. Смотрите, смотри. У меня в детстве такое ведро было. 150 чупачупсов там. Павук. Стой! 150 штук здесь чупачупсов. В таком ведре. А кто это там? 1950 грамм. А, да, са какая-то. Аса. Да, давай туда обратно закинем. Ведрышко. А это не открывашка. Монашка не открывашка. Это, видимо, тоже. А вот сюда можно зайти. Блин, тут тоже воняет. Дайте воню. Выйду, выйду, выйду. Ну да, тут нечего особо смотреть. Все, уже растащили, что только можно было отсюда унести. Смотри, смотри, какая тут гора стекловатая. Ничего себе. Вот это вау. Никогда такого не видел. Попробую через нее пробраться. Потом и шешешься весь. Возишь, как собака-блоха стоит чесаться. Не подходи туда. И рядом с ней дышать не стоит. Потому что там мелкие частицы стекла летают. И ни в коем случае руками голыми нельзя ее брать. Почему? Ни стекловату, ни минеральную вату. Потому что там частицы стекла не впиваются в руку. И будет, ай-яй-яй, больно-больно. И, Мотя, смотри, перевел. Мы подошли к нашей вышке. Уже практически вплотную. И вот там развивается военно-морской флаг. И вот туда нам сейчас нужно подняться для сброса парашютистов. Сбрасывать я буду вот туда, на эту поляночку. Надеюсь, за ветки ничего не зацепятся и не придется сбивать еще с деревьев наших парашютистов. Здоровенная вышечка. Ля какая! Смотри, какой костер можно развести. Давай разведем. Мне бы хотелось. Но, мне кажется, если мы подожгем эту кучу веток, то неприятностей у нас будет много. Почему? Ну, пожарные приедут. Ругаться начнут. Скажут, эй, что вы тут поджигаетесь? Зачем вы это делаете? Ай-яй-яй, нельзя так. Кстати, пожарные приедут, знаешь, откуда? Откуда? Из той части, где мы были на экскурсии. Помнишь? А-а-а. Да. Найдите у нас на канале обязательно это видео, кто сейчас смотрит на этом моменте. И посмотрите, у нас была очень крутая экскурсия по пожарной части. Задача у нас будет заключаться в следующем. Мотя, я полезу на эту вышку и буду по очереди оттуда скидывать парашютистов. Сначала самого маленького и потом по возрастанию, к самому большому. Самого большого скину в конце. Возможно, какой-то из них не раскроется. А может, и все не раскроются. Но, тем не менее, все равно ты стреляй по каждому парашютисту. А может, все раскроются? Может быть, все раскроются, да. А может, все раскроются? Держи, все. Он стреляет, все отлично. После этого мы пойдем на следующую вышку, а точнее на башню. И будем с нее повторять запуск парашютистов. Попробуем сбить всех. Ну все, я полез наверх, на самый. Все, давай, Мотя. Удачи тебе. Пока. Да, жди меня. Пока-пока. Надеюсь, я не улечу с этой вышки вместе с парашютистами, Мотя. Мотя, смотри, что я нашел здесь. Что? У подножия вышки. О, паньки. О, слушай, клевый. О, он еще и рабочий. Смотри, пеколь. Дай мне. Блин, вот если бы я знал, что найду еще и пистолет, я бы не тратил тебе пистоны. И мы бы из него постреляли. Из воронок. Работает. Дай. Держи. Попробуй стрельнуть из него. Все, купим пистоны, будешь стрелять. Сложный, да? Тугой револьвер. Но он рабочий. Крутая находочка. А такой? Мотя, у меня для тебя еще кое-что есть. Держи. Примени по назначению, если вдруг окакаешься. Мотя, ты там где? Посмотри сюда. Капец, какой ты маленький. Вот, я поднялся на эту верхотуру. Поднимался минут 7. Точно поднимался. Очень сложный подъем. И очень опасный. Ни в коем случае, вот, кто бы это видео не посмотрел, ни в коем случае не пытайтесь повторить подобное. Потому что это очень опасно. Посмотрите, где я нахожусь. Я выше деревьев. То есть тут практически вот весь город хоть и маленький, но, кстати, поместится на ладони. Ой, город на ладони. Сейчас буду запускать парашютистов. Минут 5-7 тоже мне понадобилось, чтобы прийти в себя после такого подъема. А спускаться будет еще труднее, потому что руки уже сильно устали и болят. Но внизу ребята ждут моих парашютистов и я их все-таки запущу отсюда. Не зря же поднимался. Очень высоченная вышка и очень сложная. Мотя там готовится застрелить парашютистов. Ну, а я сейчас их буду доставать. Мне бы тут как-нибудь расположиться, конечно, покомфортнее, потому что в эту дыру совсем не хочется улететь. вот такой вот сумасшедший экшн-контент на канале Мотик Беги Мотик. Не ради контента, не ради подписчиков, не ради просмотров и лайков я сюда забрался. Чисто ради того, чтобы запустить этих парашютистов и испытать эти ощущения и эмоции. Это очень круто. Если в камеру будет задувать ветер, заранее извиняюсь. Я опять без фильтра. Крюк какой-то здесь. Флаг развивается. Так, достаем парашютистов. Вся эта конструкция шатается, качается. Давай, готовься ловить парашютиста. Ой, как не хочется мне вниз смотреть, но туда невозможно не смотреть. Посмотрите, какая кривая лестница. Блин, как я буду спускаться? Не знаю даже. Это у нас такой парашютистик. Не, Мотя, вообще не вариант. Я сюда никого не пущу. Это слишком опасно. Потому что очень сложный подъем. Так, большой парашютист и два маленьких. Сначала запущу самого легкого парашютиста. Вот этого вот пацана. Блин, а он может, кстати, на крышу улететь. О, будет досадно, печально. Ветер, потому что как раз в ту сторону дует. Мотя, ну что? Запустим. Сейчас запустим. О, это очень сложно. У нас на канале уже выходили видосы с парашютистами и там было тоже сложно подниматься. Но не так страшно и не так опасно. Горизонтальную съемочку, пожалуйста, организуйте. да, вот так вот. Мотя, ты готов? Готов. Ну все, первый пошел. Куда он полетел? Э, братуха! О, на дорогу приземлился. Мотя, сходишь за ним? Мотя. Давай. Давай, с другой стороны. Да, 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 иди туда, вот там тропинка. Этого парашютиста сбить не удалось. Он улетел дальше, чем мы предполагали. Но тут очень сильный ветер, надо запускать, конечно, откуда-нибудь пониже. Такая высота, это уже перебор. Все, запускаю второго парашютиста. Этот уже потяжелее, по идее, должен как следует пролететь. Вот такой у него парашют, очень классный. Ткань такая плотненькая. И вот сам парашютист. Так вот он выглядит. с автоматом в руке. Так. Не запутался бы только. Запускаю. Запускаю. Во! Ничего себе! Очень сильный ветер. Смотри, он сразу застрял. Давай, запускай. Запускаю. Во! Ах ты, ё-моё. Блин, как она шатается, эта штука. Какой кошмар. Фу! Или это у меня башка уже кружится? Надо посмотреть вдаль, чтобы голова не кружилась. Так, ветер стих, я бросаю снова. О, нет! О, нет! Нет! Сможешь его найти, Мотя? Он запутался, к сожалению. Ну ладно, не так страшно, запутался. Ты попал по нему хотя бы? Понятно. Ну ладно, этот сейчас будет побольше. По идее, должен хорошо пролететь. Посмотрите только, какой сильный ветер, как у него раздувается парашют на ветру. Но этот парашютист, он уже такой, довольно серьезный, не такой легкий, как два предыдущих. Плюс у него есть вот такой утяжелитель, парашют, как бы рюкзак, и он такой, довольно увесистый. Также у него есть автомат, маска, очки, то есть он вообще полностью экипирован на коленнике, на локотнике. Сейчас мы его только распутаем и сразу кинем. Он скручивается, я его раскручиваю, он все равно скручивается. Все, сейчас полетит. Съемочка, пожалуйста. Так, готовься, Мотя, стрелять по нему. О, смотри, как летит, классно. Смотри, как летит, классно. Нет, красавчик. Я попал? Ну, я не знаю, но пролетел он неплохо. его перекрутило немножко, но он прилетел достойно. Все, сейчас заключительный парашютист будет самый большой. Вроде я попал по нему. Еее, красавчик. Я попал? Ну, я не знаю, но пролетел он неплохо. Его перекрутило немножко, но он пролетел достойно. все, и сейчас заключительный парашютист будет самый большой, вообще огромный. Посмотри, Мотя, слышишь? Не надо его пинать, посмотри, с него может экипировка отвалиться, у него все на месте. Шлем, очки, маска, автомат. Хорошо. Все, сейчас будет заключительный парашютист и все, я спускаюсь. Надеюсь, без происшествий. У меня уже, кстати, тут стоять поясница затекла за имени мела. Та-ра-ра! Та-ра! Там музяга играет какая-то кайфовая. Воу! Да что, что, шатается вся конструкция эта. тут еще что-то есть. Ладно, сейчас распутаю, запущу. Ну, а это наш заключительный четвертый парашютист самодельный. А парашют у него сделан из чехла для автомобильного сидения. Кто смотрел предыдущие наши видосы с парашютистами, должны помнить этот самый парашют. И вот сейчас мы его будем запускать. Будет довольно сложно его запустить, держа одной рукой камеру. Но я попробую это сделать. Так, съемочка идет, да? Это, кстати, самый сложный парашютист. У него парашют может не раскрыться. И сам по себе он тяжелый, но все попробовать нужно. О, нет, тут еще какие-то штуки в парашюте. Что это такое? А, е-мое, в него скручены были мишени для нерфов. О, посыпались. Там две штучки упали. Мишени для нерфов. Как я их не заметил вообще. Баночки. Ладно, может быть найдем еще. Ничего страшного. Так, все, запуск. Четвертый парашютист сейчас полетит. Самый сложный парашют из всех. Так, камеру бы мне не выпустить. Так, как он там берется. О, вот так запускаю. Еее! Получилось. И на ветках повис. Это было круто. Он очень красный раскрылся. Я надеюсь, с нижнего ракурса Очень хорошо это видно Потому что сверху так не очень Получилось И на ветках повис Но это было круто Он очень классно раскрылся Я надеюсь, с нижнего ракурса Очень хорошо это видно Потому что сверху так не очень Ну все, ребятки Я спускаюсь, ждите меня внизу Все, я считаю Запуск парашютистов прошел Более-менее удачно Сейчас мы переместимся Вот в тот корпус И еще один раз Сбросим парашютистов С башни на крыше Там будет пониже Соответственно ветра будет меньше И попасть уже будет гораздо проще По парашютистам Все, увидимся внизу на земле Все, Мотя, отправляемся На следующую локацию Отсюда, от этой вышки В тот цех, в котором мы были В прошлый раз И сейчас с него запустим Ну а к сожалению, Мотя В этот раз мы не успеем Обойти все оставшиеся помещения Потому что уже начинает темнеть Мы довольно поздно сюда пришли И потеряли много времени На запуске парашютистов Это будет уже финальная точка Нашего сегодняшнего маршрута А вот в те страшные помещения Мы проникнем уже В следующей серии Все, мы прибыли на место, Мотя Прибыли на место Ага Там собака вступает Где? А, вижу собаку Да, собака А вон собака Сейчас я к ней подниму А он меня не съест А вон прячется Песик Иди сюда Вон он Ой Иди сюда Он сейчас загавкает Ты нас пропустишь Вот туда, наверх Парашютистов Запустить Я боюсь как-то его А, пёся? Все, пока Иди сюда Он боится Иди сюда Он боится Он боится убедиться Боится, да Ну, ладно Он нам, наверное, не помешает Хотя он может схватить парашютиста Пока тот будет лететь Чуть-чуть не долетит до земли И он его как-хвать Но перед тем, как мы запустим парашютистов Мы проведем Еще один интересный эксперимент У меня здесь, знаешь что, Мотя? Орбизы, которые Очень много времени Пролежали в воде Вот такие же точно орбизы Которыми у тебя стреляет пистолет Только выросшие Раза в четыре А то их пять больше Сейчас мы их распакуем Два пакета Да Коробка Оттуда Так оттуда вытекает все Смотри Во какие Огромные Ой Мыльные какие-то Мыльнорыльные Смотри какие А некоторые уже в желе прям превратились Такие вот огромные Получаются Ну-ка Дай-ка мне пистолет Сейчас мы их раздербаним Давай сюда Не вернет Раздербаним Вот представляете Вот такие вот маленькие шарики Вырастают вот в такие огромные Так, я лазер что ли включил? Или он тут был включен? О, смотри, Мотя А можно я попал? Конечно Я тоже хочу Держи О, из меня брызгали Заряю в кашу превратились Что с ними происходит? Это каша просто Просто каша Ну-ка, давайте я тебя в ботинок запульну вот этим Да не бойся Да Давай еще разок Ого, разлетелся Мотя замесил кашу что? Ммм, ням-нямка Все, достаточно Ну-ка О Стойка Тут целые есть Есть и целые, да, конечно Смотри Вот посмотри, какие Да, смотри Сейчас как шлепнется Да Кашка Смотри Федерация скейтбординга России Вот она только что вывалилась из этого контейнера Федерация скейтбординга России Федерация скейтбординга России Давайте прыгни Что же все выжали? Блин Вот Фу Меня сейчас тошнит Какой кошмар Оставите Тут целый Вон целый Все Почти все Мы все победили Все, ребят Я на заброшке Поднимаюсь на запуск Кто не смотрел Серию о том Как мы исследуем Эту заброшку Обязательно Пройдите По ссылке в описании И посмотрите О А там выход на крышу И мне опять придется лезть На самый-самый верх Чтобы запустить парашютистов А еще У меня с собой флаги Флаги И Мне их надо повесить Эти флаги Фу А что за флаги Вы увидите позже О Я На месте Почти Сейчас заберусь Оттуда И сброшу Так что Готовьтесь Бутылочка Сейчас Первый парашютист Полетит Упс О Пистоны Нифига себе Так вот Это чей был пистолет Понятно Того Парня Который Оставил Эти флаги Представляете Че Я пистоны Нашел Да Были пистоны Такие же точно В пакете С флагами Вот там лежат Так что мы И с пистолета Еще постреляем Круто А еще у меня Бутылка с водой Есть Я ее сейчас Хочу куда-нибудь Сбросить Вот туда На ту крышу О Аккуратно По трубе До крыши Не добросил Но Бутылку Скорее всего Пробил Вот смотрите Две пачки Пистонов Для пистолета Вот это находочки Да И пистолет И пистоны Ну и конечно же Флаги Обязательно повесим Отсюда тоже Довольно неплохой вид Только вот К сожалению Нету никаких Поручней И все В птичьих Какашках Ну что Готовься Матвей Стрелять По парашютистам Первый парашютист Сейчас полетит Первый пошел Так Хорошо летит Стреляй Сейчас полетит Следующий Только он запутался Правда Немножко О Прямо за этот Ленточный Разгрузчик Погрузчик Да Все Следующий летит Потеряшка От автомата Тактическая рукоятка Потерялась у него Вот ведь досада Все Летит тяжеленький И туда же Прям Ура Опа Туда же Попал? Я не знаю Ну на видео Наверное С телефона Будет видно И понятно Ну да, наверное Ну, кстати, они рядом друг с другом приземлились, так что нормально, будет удобно Все, запускаю последнего, четвертого, самого тяжелого Вот этот самый классный парашютист Он хоть и самодельный, но очень хорошо летает, когда раскрывается И медленно спускается Проверь, чтобы пистолет у тебя стрелял, Мотя Стреляет Отлично Все Куда надо? Долго раскрывался, но под конец спустился хорошо Теперь и мне надо хорошо спуститься А перед этим повесить флаги Так, а флаги мы повесим вот на той лестнице и вот на вот той Сюда особо смысла нет вешать Будет не видно А вот оттуда видно будет очень хорошо А вот и наши флаги, которые нас попросили повесить на этом здании Вот здесь повесим флаг Российской Федерации А там флаг СССР Посмотрим, насколько красиво это получится у нас сделать Мотя Ну как, попал хоть в кого-нибудь из парашютистов? Ну и помойку вы тут развели Жесть Ну а флаги у меня повесить, к сожалению, не получилось, Мотя Я не нашел ни каких палок, ни флагштоков, ни стяжек, ничего Ни проволоку, чем закрепить Поэтому придется флаги нам вешать в следующий раз В следующей серии Ребята, всем пока И подпишитесь на канал, подставьте лайк В третьей серии, в четвертой И получается серия Мы сюда вернемся И оставшиеся дома мы исследуем Да, и обязательно повесим флаги Да А сейчас мы сделаем небольшой праздничный залп Из нашего пистолетика, который мы нашли Патроны Вот, пистончики нашли И пистолет И пистолет Пистончики были в пакете с флагами Вот дядя нам дал флаги, сказал повесить, где окажемся Но повесить у нас, к сожалению, не получилось Потому что флагштоки не нашли Ну и вот он потерял, видимо, этот пистолет А мы его нашли И как раз потерял вот на той вышке Вон туда камеру направь, смотри Видишь, вот там мы и нашли этот пистолет Так, устанавливаем пистоны Дай-ка я стрельну один раз Так Давай, снимай Пюм Пюм Хватит Давай, держи Стреляй Ууууу Еще вау классно бахает да вот эти да там что-то вон заживалась пистонка разлетелось еще раз вот супер их тут 8 8 выстрелов все 8 да дай-ка я попробую все все расколошматились а нет еще смотри один остался а еще один еще один вот это да смотри как замесила там эту писанку вот за эту палочку потяни спереди ну потяни за нее тени открыть вот смотри как ее расколбасило всю а тут вот еще